Мы будем фильтровать фанту. Специальные пакетики вместо с бутылочкой фанты. Смотрите, смотрите, что происходит. Наливаю прямо из бутылки. Та-да-да-да-да-да-да-да. Алло, я Вера, и сегодня эксперимент из Фанта Инстамикс. Подписывайся, чтобы не пропустить ничего интересного, и погнали! Ну и для тех, кто не в курсе, что это такое, я в двух словах расскажу, что за Фанта Инстамикс, и как ее можно найти, и что вообще она из себя представляет. А это такие специальные пакетики вместо с бутылочкой фанты, которые добавляются внутрь, и вкус кардинально меняется. И даже цвет. Я, если честно, очень долго охотилась, потому что я давно про них узнала, но нигде не встречала, потому что их сейчас становится очень мало. Видимо, все разбирают, раскупают. Я нашла все три вкуса, и сейчас мы, во-первых, попробуем, посмотрим на цвет и сделаем кое-что еще. И вы, наверное, спросите, а зачем же на столе стоит фильтр? Да, действительно, зачем нужен фильтр? Давайте подумаем. Фильтр нужен для того, чтобы, наверное, фильтровать. И поскольку у меня сейчас нет здесь где-то ряда воды, а есть Фанта, то мы будем фильтровать Фанту. И не просто Фанту, а Фанту Инстамикс разных вкусов, и посмотрим, что же будет. Возможно, как-то поменяется цвет, запах и вкус, и что получится. Ну и давайте уже открывать Фанту и наливать туда концентрат, и смотреть, что будет. Давайте посмотрим. Первый вкус – это бодрящая черника. Вот так это выглядит. Маленький пакетик, типа бутылочка. И она открывается достаточно просто. Выглядит концентрат вот так. Достаточно жидкий. Ну, пахнет химозно. И да, пахнет черникой. Ну что, попробуем капельку? Ну, неплохо. Если честно, я даже не предполагаю, как может поменять свой вкус кардинально Фанта. Ну, а сейчас мы увидим, что же получится. Господи, я даже не предполагаю, как она может поменять цвет. Ну, наверное, станет типа розовый. Одна капля уже там! Смотрите, смотрите, что происходит. Ну, концентрата много, кстати. У меня уже все руки в этой в концентрате. Еще неизвестно, отмоются или нет. Зачем я облизала этот пакетик? О, я облизала сейчас пакетик, и он очень кислый. Это ужасно. Ого, запах поменялся. Ну, чем-то отдаленно напоминает Фанту. Ну, не отдаленно, ладно, напоминает Фанту. Я давно не открывала газировки, поэтому тут... Я еще-то удивилась. Так, ладно. Ну, если честно, стало менее насыщенно пахнуть Фантой. Будем пробовать, наверное. Я думаю, стоит попробовать, да? Стоит попробовать. И посмотреть. Звук, как в рекламе. Мне не нравится. Очень сладкая, гадостная такая штука. Если честно, мне уже не терпится сразу попробовать другие, прежде чем налить все это в этот прекрасный фильтр. Я бы хотела попробовать остальные вкусы и понять вообще, как они отличаются друг с другом, чтобы сразу можно было сравнить. Сейчас это, конечно, суперконцентрированная какая-то химозная штука, но, может быть, после фильтра вся эта химоза останется в нем и будет уже божественный напиток. Кто знает, кто знает, чего ждать. Я это делаю в первый раз, поэтому я без понятия. И сейчас я отставлю подальше вот эту бутылку со стаканчиком и попробую Фанту налить голубой концентрат. И называется он дразнящий кокос. Это должно быть что-то кардинально другое. Открываем нашу бутылку Фанты. Открываем дразнящий кокос. Смотрим, как это выглядит. О, он красный. Он красный, представляете? Вот здесь красный концентрат. Я, пожалуй, попробую еще разочек. Вот это реально вкусно. Но, правда, он кисленький. Прямо это такой супернасыщенный кокос. Класс. Вот эта штука мне нравится. Фанта с кокосом, вы серьезно? Я как-то это все очень неумело делаю. У меня все капли попадают на стол. Ты, последняя капелька. Она стала оранжевая, насыщенная оранжевая, даже оранжево-красная. Первоначальный цвет был такой желтоватый. А здесь уже больше с красным оттенком. Прям цвета этикетки. Я попью сразу из бутылки. Прикольно. Очень прикольно. Такая достаточно сладкая, да. Ну, может быть, чересчур сладкая, конечно. В принципе, здесь все равно чувствуется фанта. Ну, фанта с кокосиком. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Просто фанта с кокосиком. Сладенькая фанта. Кто знает, может быть, кокосик останется в фильтре, когда мы процедим эту фанту с кокосиком. Ну, а сейчас мы попробуем наш третий напиток и посмотрим, что из него получится. А это чарующая малина розового цвета наша. Вот эта вот баночка с концентратом. Пакетик с концентратом. Открываем наш пакетик с чарующей малиной. Ой, господи, она такая темная. Она еще так медленно растворяется. Прям видно, как капля падает. Выглядит неплохо. Больше всего мне понравился кокос. Черника и малина. Очень какие-то суперконцентрированные. Ну, и очень химический этот вкус. В бутылке уже находится концентрат. Выглядит он абсолютно так же, как и в первом случае. Главное, не перепутать. Сейчас я перемешаю аккуратненько. Попробую открыть и попробую. Мне кажется, что будет химия-химия. Но, слушайте, это такая малина, которая... Она абсолютно ненатуральная. Даже никак не передается запах натуральной малины. Короче, эта фанта ничем не отличается от обычной фанты. Ну, только если цвета. По запаху немного отдаленно напоминает малину, но такую типа химозную малину. Все в порядке, как и должно быть. Вкус у нее практически ничем не изменился. Может быть, он стал немного слаще. Поэтому я все-таки закокосил. Ну и давайте уже наконец-таки отставляем эту бутылку и начинаем фильтровать. Посмотрим, что же выйдет. Берем первый стаканчик. Открываем крышку фильтра. И ответственный момент... Та-та-та-та-та-та-там! А-а-а! Она белая? Она реально белая? Ну, в смысле, как белая? Она прозрачная! Офигеть! Вообще прозрачная! Я просто в шоке! Я наливаю вот эту прозрачную жидкость в стакан. Чистый стакан, в котором ничего не было. Посмотрим, действительно ли она такая прозрачная или... Она реально прозрачная! Офигеть! Нет, я не мухлевала, ребят, это так. По-моему, меня кто-то обманул. Что произошло? Как такое может быть? Цвет абсолютно полностью ушел. А-а-а! Что? Ребята, я просто не верю своим глазам. Я просто не понимаю, как такое может быть. Ну, ладно, давайте уже все пробовать. По запаху вообще никак не напоминает фанту. Я бы сказала, вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Просто вода. Сейчас попробуем. Это вода. Это просто вода. Что? Я не понимаю, реально, может это суперфильтр? Нет, что-то не так. Я попробую еще раз. Итак, я беру вторую бутылку и наливаю прямо из бутылки. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-м. Я в шоке. Я просто в шоке. Вот здесь в фильтре оранжевая, оранжевая жидкость вытекает абсолютно прозрачная. Вот как это возможно? Вообще, я в шоке. Это как раз-таки кокос, который мне понравился. Она, кстати, не такая уж и прозрачная. Фу, тут прям как будто осадок какой-то. Вот это уже не прозрачная вода, хотя она более прозрачная, чем была изначально. Ну, как-то так. Цвет, конечно же, сильно изменился. Водичка такая бледная, желтенькая. И по запаху отдаленно напоминает кокос. Давайте уже пробовать. На вкус это вода. Я чувствую чуть-чуть сахара. Вот просто вот, если бы мне никто не сказал то, что это была фанта, я бы, наверное, не поверила и вообще бы ничего не поняла. Фанта с малиной, я ее наливаю снова в фильтр. Наливаем фанту в фильтр. И вытекает снова какая-то бледно-оранжевая водичка. И фильтруется последняя часть. И эта фанта у нас уже более оранжевая, более красная даже. Видимо, краситель как-то остался. Или, может быть, краситель уже остался в фильтре и забил его полностью, так что он ничего не очищает. Кто знает. И получается такая более прозрачная фанта. Ничем она не пахнет. Вообще ничем не пахнет. Такое ощущение, что меня кто-то обманул и подсунул мне просто в воду. Это просто сладкая вода. Без какого-либо фруктового аромата, запаха, вкуса. Она даже не кисленькая. Короче, очень-очень-очень гадкий вкус. Это отвратительно. Это ужасно. Если не верьте, вы можете попробовать то же самое у себя дома. Если ты пробовал фанту Инстомикс, напиши об этом в комментариях. Я говорю, этому напитку нет. Кстати, видео, где я 24 часа говорила, да или нет, ты можешь посмотреть вот здесь. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. И увидимся снова. Пока!